И к другим темам. Цены на мясо будут падать до апреля. Тенденция на снижение стоимости свинины и курицы по всей стране. Не удержалась и говядина. Купить вырезку также стало дешевле. Почему? Егор Хвисюк расскажет. Люблю я, конечно, больше всего говядину, но и без мяса нет жизни. И настроение явно не то. Кусок стейка на обед поднимет работоспособность и поможет пережить долгую зиму. С этим утверждением согласны большинство челябинцев. А вот если мясо подорожает, что вы будете делать? Все равно покупаете или что? Нет, покупать будем однозначно. Мы же не вегетарианцы. Переходить на овощи не придется. Цена на мясо в регионе падает. Больше всего подешевела свинина. Сегодня килограмм стоит 200 рублей. Еще полгода назад за окоро горожане платили 260. На данный момент мякоть говядина стоит 420 рублей. И даже мраморная говядина не устояла. Пару месяцев назад за кусок пришлось бы заплатить на 40 рублей дороже. Вслед за ней снизилась и стоимость курицы со 180 до 160 рублей. Тренд на снижение цен на мясо и в регионе, и по всей стране. У продавца Екатерины Осинцевой работы из-за ценовых кульбитов прибавилось. Говорит, клиентов стало в два раза больше. Такая рыночная аномалия вполне объяснима. С начала года наблюдается уменьшение цен на мясо свинину в целом на 4%. Это связано с усилением конкуренции и с увеличением фермерских хозяйств. Южный Урал в лидерах по производству мяса. Регион третий в стране по мясу птицы. Седьмой по свинине. Компании за год производят более 500 тонн мясной продукции. Ее поставляют в 40 регионов страны и за рубеж, например, в Китай. Особенно жители Поднебесной в восторге от куриных лап южноуральского производства. Такие объемы нужно быстро реализовывать. Поэтому агрохолдинги идут на уступки покупателям. Чтобы обеспечить сбыт этой продукции, производители за счет снижения издержек снижают отпускную продукцию. За прошедший период 2019 года Россия уже экспортировала около 300 тысяч тонн мяса разного по качеству. В первую очередь, конечно, наблюдается производство мяса птицы. И такая тенденция по всей стране. Мясо производят много. И рост поголовья, по мнению экспертов, увеличится. Все это резко усиливает конкуренцию и увеличивает предложения на рынке. Но в то же время объемы потребления снижаются. Денег у россиян немного. По мнению аналитиков, цена на мясо будет падать до конца марта. А вот в апреле кусок свинины вновь подорожает.